Разрушил судьбу внебрачного ребенка. Александр Гордон отрекся от 7-летней дочери. Телеведущий будто вычеркнул из памяти мимолетную интрижку с журналисткой. В 2013 году Александр Гордон раздался с третьей женой Ниной Чепиловой. Но этому происшествовали не менее любопытные события. По видимому, мужчина отрекся от 7-летней дочери после того, как изманил молодой супруги с другой девушкой. Телеведущий запутил роман с журналисткой Еленой Пашковой, от которого позже родилась дочь Александра. Тем не менее, после рождения девочки Гордон и его отец Гарри выразили удивительные равнодуши. Дедушка ребенка признался, что это событие его ничуть не тронуло, и он вовсе не горит желанием увидеть внюнку. И так хватает. Александр Жиловко облокировал атаки прессы и не посетил роддом, в котором Елена родила на свет дочь. Из-за неверности Гордона брак с Ниной развалился, а любой выльник тележурналист вскоре наметил новую жертву. Музанин Абдулла Сиеву, которая старше телеведущего на 30 лет. Александр Жиловко в четвертый раз, и в этом браке молодая избранница родила двух детей, Александра и Федора. Гордон души не чает в мальчиках, а кратковременный союз с Пашковой, судя по всему, остался далеком прошлым. Когда родилась Александра, телеведущая его в себе агрессивно по отношению к генналистам, и на трос отказывался комментировать происходящее. Вероятно, Гордону было стыдно, ведь, по сути, он разрушил судьбу внедрачного ребенка. Девочка наверняка будет испытывать на себе косле и взгляды окружающих, а за спиной будет шептаться о блудном отце, что попросту игнорирует ее жизнь. Мальчика Александра все-таки старается обелить репутацию пасынка и утверждает, что его образ на телевидении и грязные слухи нисколько не пресекаются с реальностью. Личная жизнь Гордона была крайне бурна и даже нелегко надо за ним. Не исключено, что причиной неугомонного характера становится сложным характером Александра. Пользователи сети уверены, что браки с Абдул Васильевой в знаменитости тоже не так уж все и гладко. Гордон стал частенько срываться на коллегу по мужской и женской Юлию Барановскую, а интеллектуальные проекты сменились бесконечной и неинтересной жвачкой на Первом канале. Этот семейный союз также может быть далеко не последним, а телеведущий наверняка вцепился в федеральный канал, чтобы обеспечивать прихоти молодой супруги. В Абритане народу не сбежало в поисках более толстого кошелька.